Привет дорогие мои друзья, эту посылку я заказал еще 3 года назад, но как-то забылась, потерялась и тут недавно прибираясь в гараже я случайно ее нашел. Тут микронаушник с Алиэкспресс, заказанный ради любопытства, потому что когда я учился таких устройств не было. За 3 года много что изменилось, я посмотрел, сейчас таких не продают, есть похожие, конструкция осталась прежней, но выглядят немного по-другому. Ссылочку для ознакомления для вас оставлю в описании под этим видео. На картинке наушник выглядел очень маленьким, я даже не поверил, когда заказывал, но он действительно маленький, точнее их то два, а большой вот это неодимовый магнит для их извлечения. По задумке эти два маленьких цилиндра вы роняете, если можно так выразиться, в слуховой проход левого и правого уха. Они падают прямо на барабанную перепонку, и их не то что никто не увидит, их даже не найдут, если будут искать. Есть вероятность того, что они там прилипнут куда-нибудь, и вы их не сможете извлечь магнитом. В моем случае такого не произошло, но даже если случится, считаю тут главное не паниковать и обратиться к лору для их извлечения. Думаю, если спящему человеку такой наушник в ухо уронить, он даже не поймет о его существовании там. Конечно же, если не проснется, потому что падает эта штука на барабанную перепонку громко. Если не включать, абсолютно не ощущается, хоть в левом, хоть в правом ухе установлено, да хоть в обеих сразу. У себя я извлекал их без использования магнита, просто как будто вода в ухо попала, наклоняешь голову, трясешь, тянешь замочку и он сам выпадает. Если решите таким девайсом воспользоваться, тут важно понимать, ни я, ни продавец, ни кто-то другой ответственности за ваше здоровье не несет. Это видео сделано исключительно в ознакомительных целях и не является руководством к действию. Конечно же, сам по себе такой микронаушник работать не будет, и некоторые, так сказать, дополнительные технические средства для его эксплуатации понадобятся. Стой! Куда сорвался? Батарейки возьми для часов! Частично это обычная гарнитура, с одной стороны которой разъем Jack 3.5, а с другой вместо наушников два кабеля, красный и черный. Тут есть микрофон, самый обычный, как в любой гарнитуре. С другой стороны кнопка, при помощи которой можно ответить на входящий звонок, либо воспользоваться стандартной функцией последнего вызова. Красный и черный кабель подключаются к контуру, который тут выполнен медной проволокой. Можно сравнить его с катушкой динамика, только контур гораздо больше в размерах. Не обязательно внутри его, даже вокруг контура образуется магнитное поле, в котором микронаушник работает. В черной коробке присутствует какая-то электроника и разъемы для подключения двух 9-ти вольтовых батареек. Односторонняя плата, в основе которой микросхема LM386, это усилитель. И небольшая обвязка из радиодеталей. Вместо батареек можем использовать разъем для подключения питания. Кабели к нему и припаяны. Я покупал это устройство 3 года назад, поэтому и никаких инструкций по эксплуатации у меня конечно же нет. Так же как и 9-ти вольтовых батареек, чтобы их просто подключить сюда. Поэтому я взял кусачки, снял термоусадку и посмотрел как соединены питающие элементы. Соединение оказалось последовательным, то есть 9 плюс 9 равно 18 вольт. Столько сюда и подадим, используя лабораторный блок питания. Скоро на обзор ждем более мощную версию этого блока. Слышно, да? Наверное вы уже догадались, что магнит для извлечения наушников и сами наушники это тоже маленькие неодимовые магниты. Между ними, кроме размеров, разницы нет. И большие, и маленькие магниты будут работать в контуре примерно одинаково, только с разной мощностью. Через пару минут после включения, микросхема сильно перегрелась и сгорела. Неожиданный поворот. Ну ничего страшного, всякое бывает с китайскими устройствами. Будем ремонтировать, проверить то нужно как работает. Интересно вот почему она сгорела, напишите вашу версию в комментариях. Ведь мы все сделали правильно, батарейки были соединены последовательно. 2 по 9 вольт, подали 18, по идее все должно работать. На всякий случай, вместо микросхемы сюда я решил впаять панельку под нее. То есть, если она опять сгорит, можно ее легко достать и поменять на новую. К счастью, в запасах такая микруха нашлась, только с другим индексом. Но по сути это тоже самое. Уменьшил напряжение ровно в 2 раза, вместо 18 подал 9. И все так же отлично заработало. Гарнитуру подключил к усилителю для наушников, в качестве звукового сигнала включил музыку. И магнитик под нее на столе начал весело отплясывать, в непосредственной близости с контуром. Получается, чем ближе к обмотке, тем мощнее. По столу вибрируют, но вот так вот от них музыки не слышно. Чтобы вам понятней было, пишу звук на петличный микрофон. Какие-то еле уловимые нотки музыки присутствуют, но в основном слышна только вибрация магнитов о стол. Следующий эксперимент, я взял кусок плотной крафтовой бумаги и соединил магниты между собой на нем. Все, что вы сейчас видели, это последовательность моих действий, а теперь выводы, к которым я пришел. Если внутри, либо вблизи контура нет магнитов, потребление минимальное, практически ничего не потребляет, менее 1 ватт. С магнитом потребляет больше, соответственно с двумя еще больше. А с большим магнитом микросхема начинает греться, возможно поэтому она и сгорела. Рассчитано это на то, что магнит будет в ухе, а контур где-то внизу. Далеко от магнита, соответственно потребление в таком случае будет небольшим. Изначально я думал, что кольцо из медной проволоки обязательно надевать на шею, например. На самом деле нет, его можно опустить ниже, разместить на груди, прокинуть через плечо, либо на спине. Наушник, установленный в ухе, все равно будет работать. Когда маленький магнитик находится на расстоянии 30-40 см от обмотки, внешне никаких вибраций и даже звуков он не издает. Но если его поместить на барабанную перебонку, вы будете слышать так, как будто ваше ухо находится рядом с колонкой. Отрывок звуковой дорожки из прошлого видео проигрывается. Конечно же, когда маленький магнит в ухе и на большом расстоянии от катушки, потребление во много раз ниже, чем при таком варианте эксплуатации, как я вам показываю сейчас. Если не перегружать, как я это делаю сейчас, устройство будет отлично работать, слышно. В реальности очень хорошо, а если добавляешь звук, появляется некоторый дискомфорт в ухе, ведь магнит начинает вибрировать на барабанной перепонке. Даже описать это чувство не могу, в общем, как-то с одной стороны щекотно, а с другой стороны неприятно. И у меня есть хорошая новость для тех, кто хочет попробовать это устройство в деле, но покупать его не хочет. Его можно сделать самому. Катушку можно подключить напрямую к усилителю для наушников. Скажу сразу, мощности смартфона не хватит, нужно будет что-то помощней. Я вам не сказал, это алюминиевая емкость, а она не магнитная. С ней просто звук громче, чем с крафтовой бумагой получается. Электрическое сопротивление катушки 19 Ом. Ее можно изготовить, намотать самостоятельно. В длину она 33 сантиметра, то есть один виток 66. Всего здесь я посчитал 73 витка используется. Радиолюбителям эту цифру очень легко запомнить. Кто знает, что она обозначает, напишите в комментариях. Сечение медной проволоки, которая тут используется для изготовления 0,34 миллиметра. Наматываете такую катушку, подключаете к усилителю. Маленький неодимовый магнитик кладете в ухо. Этого хватит, чтобы понять, как устройство работает на практике. Если захотите, при желании плату тоже можно собрать самостоятельно. Показываю вам, какие номиналы элементов тут используются. И схему подключения в таком виде на полный экран прилагаю. Все ссылки оставлю в описании под этим видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. А с вами был Александр. Добра вам всем. Удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok